Привет, друзья! Вы на канале Спи Жена и сегодня я вам покажу, как приготовить вкуснейшую шаурму у себя дома. Не будем терять ни минуты, устраивайтесь поудобнее и погнали! По традиции отправляемся на ближайший рынок и покупаем все необходимое. Как бы банально это ни звучало, но в заведении Лаваш Таун я приобрел лаваш, затем отправился за специями. Какие именно специи я купил, вы увидите дальше в этом ролике, но пока перемещаемся вовнутрь рынка, чтобы купить свежие овощи и зелень. После этого идем чуть дальше, не забываем за корейскую морковку, а затем возвращаемся за сыром. И в самом конце нашего похода по рынку покупаем самое важное – куриное филе, майонез и сметану. На этом покупки окончены, погнали на кухню готовить! Выкладываем все ингредиенты, этот шаурмичный набор у меня обошелся чуть меньше 1000 рублей. Как вы уже могли заметить, стараюсь использовать только свежие продукты, купленные в день самого приготовления. Также, друзья, хотел бы вам рассказать о том, что я полностью не одобряю капусту в шаурме, хотя она является одним из главных элементов шаурмы, как минимум у нас на юге России. Немногие знают, что капуста в шаурме используется только для большего объема самой шаурмы. Рассказывая про капусту, забыл достать ее. Начнем нашу готовку по порядку, и первый и один из самых важных этапов – это, конечно же, приготовление белого соуса. Нам понадобятся сметана, майонез, чеснок, укроп, грецкие орехи, соль, перец. Майонез и сметану мы смешиваем 50 на 50. Некоторые любят, конечно, белый соус на основе кефира, но сегодня это не наш вариант. Майонез и сметану добавили, переходим к укропу. Отрываем зелень от главной ветки, примерно так же, как розмарин в выпуске простей. Если не смотрели, обязательно гляньте. Но затем все немного мельчим. Как я молотил грецкие орехи и очищал 3 зубчика чеснока, камера решила не снимать, поэтому заранее приношу свои извинения. 3 зубчика чеснока я выдавил, не жалея добавляем орехи, после этого перейдем к зелени. Делаем это все для того, чтобы наш соус был густым. Естественно, все это нужно посолить. Я использую морскую соль, вы в свою очередь можете использовать и обычную соль, если под рукой нет морской. Хорошенько посолили, дальше добавляем свежий молотый черный перец. Ну а затем начинаем тщательно все это перемешивать. Делаем паузу, добавляем еще всего по чуть-чуть и снова продолжаем мешать. Не забывайте, наша задача сделать соус достаточно густым, чтобы не было жижи в самом конце наш шаурмы. Кто часто любит есть шаурму, понимает о чем идет речь. Повторно немного посолили и подперчили, и в очередной раз будем снова усердно все мешать и перемешивать. Ну а затем наш соус нужно будет убрать в сторону, для того чтобы он немного загустел. Переходим ко второму этапу нашей готовки. Разрезаем упаковку с куриным филе и отправляем наше мяско на водные процедуры. Растеливаем бумажные полотенца и на них выкладываем мокрые кусочки курицы. Делаем это все для того, чтобы убрать лишнюю влагу с мясом. Перекладываем курицу в тарелку, мокрые полотенца сделали свое дело, они нам больше не нужны. Затем начинаем нарезать нашу курицу на небольшие кусочки. Старайтесь резать плюс-минус именно так, чтобы большие куски не так долго жарились, а мелкие при попадании на сковородку не превратились в сухари. Разложив все мясо на доске побольше, приступаем к мариновке. Приправа птицы на углях идеально к этому подойдет. Посыпаем все кусочки курицы приправой. Как только закончили, сразу обильно покрываем свежим молотым черным перцем. На этом моменте со специями пока все. Хорошенько мешаем между собой кусочки курицы. Если у вас возник вопрос, а когда будет соль, то она будет добавлена в самом конце жарким мясом. Переходим к третьему этапу под названием начинка. Нарезаем свежий куриц на небольшие кусочки, наподобие соломки. Затем идет красивый спелый помидор, его нарезаем примерно так же, как до этого огурец. Переходим к салату. Его я использую вместо капусты. Сразу поправка. Если вы, конечно, большой любитель капусты, то можно добавлять ее. Но я предпочитаю все-таки свежий салат. Помыв его, хорошенько вытираю. Как говорится, бумажное полотенце наше все. Рвем этого мерзавца на небольшие кусочки. Где-то видел на ютубе, что салат не рекомендуют резать ножом. Напишите, кстати, в комментариях, почему лучше рвать руками, а не резать ножом. В компанию огурца и помидора добавляем корейскую морковку. И ни в коем случае не забываем про сыр. Кстати, хотел бы акцессировать ваше внимание именно на нем. На рынке я купил сыр под названием голландский, потому что он не сильно мягкий, и это очень важно. Сейчас вы поймете, к чему это я. Не знаю, как в вашем городе, но у нас почти в каждой шаурмичной сыр добавляют плавленный, квадратной формы. Тоже, как и капусту, не особо это люблю. Гораздо лучше сыр натереть на терке, и потом равномерно распределить в шаурме. А не как у нас делают. Один или два ломтика кладут во внутрь, и на этом все. Заготовки наши готовы, пора включать плиту. Делаем газ чуть выше среднего, ставим сковороду на прогрев, и параллельно добавляем подсолнечное масло. Сковородка разогрелась, масло естественно тоже. Равномерно его распределяем по сковороде, ну а затем добавляем куриное филе на жарку. Раскладываем как можно больше кусочков курицы, не стесняемся, потому что во время жарки мясо естественно ужарится, вследствие чего сохранится и в размерах. В конце не забываем все это накрыть крышкой. Вся эта красота уже ждет своего звездного часа, пока филешка прижаривается на сковороде. Что касается времени, то курицу с каждой сторон жарим по 2,5-3 минуты. Сейчас самое время ее перевернуть на другую сторону. Я не могу не сказать эту банальную фразу приготовки, но как же жаль, что видеоформат не передает этот чудесный запах. Не забываем снова накрыть крышкой и уменьшить огонь до минимума. Снимаем крышку, сейчас нужно будет все мясо посолить, но перед этим согласитесь, что золотистая корочка просто топ. Морская соль снова в деле и она приступает к своей работе. Посыпаем все куски прямо на сковороде. После чего снова переворачиваем наши кусочки, никого не забываем и в самом конце чуть-чуть подсаливаем. Даем так полежать нашему мясу пару минут, а затем его снимаем на тарелку и конечно же даем чуть-чуть отдохнуть. Нарезаем нашу курицу на небольшие кусочки, тут тоже не особо принципиально, кто-то любит размеры поменьше, кто-то побольше. Для моей домашней шаурмы такие размеры самые топ. Наконец-таки все мы подготовили, сейчас будем переходить к финальному этапу. Отрезаем половинку лаваша, одну часть убираем в сторону, но зато возвращаем белый соус и не спеша промазываем наш лаваш. Хорошенько размазали, выкладываем огурцы, а затем помидоры. Рядом кладем корейскую морковку, а возле нее стелим листики салата. Бережно раскладываем курицу, не жалеем мяса. После мяса сверху обильно посыпаем тертым сыром. И в самом конце добавляем соусы. Белый я сделал при вас, он у нас главный в этот раз, а вот красный на втором плане. Уверен, что вы заметили в течение выпуска, что красный покупной, но забегая вперед, скоро выйдет новый выпуск, где я покажу, как сделать необычный домашний красный соус к шашлыку. Приступаем к заворачиванию нашей красоты, начинаем мы по бокам, а вот заканчиваем вот таким вот образом. Завернув шаурму, идем к плите. С помощью чудес видеомонтажа сковородка снова чистая. Ставим ее на средний огонь и добавляем немного подсолнечного масла. Закидываем шаурму и прижимаем. К сожалению, у меня нет кухонного пресса, но форма бутылки шишкиного леса приходит к нам на помощь. Оставляем этих ребят на полторы минуты, а затем шаурму переворачиваем на другую сторону. Ждем еще полторы минуты и приступим обжаривать с боковых сторон. Боковикам будет достаточно по одной минуте. Прогрев закончен, снимаем нашу шаурму и выкладываем на доску. Ну а сейчас мои комментарии будут больше не нужны. Вот такая получилась у нас домашняя шаурма. Осталось только одно. Попробовать. Великолепный рецепт, друзья. Рекомендую. Спасибо за просмотр. Я буду очень рад вашим лайкам, комментариям и подписке на канал. Всего доброго. Скоро увидимся. До новых встреч.